В девятом эпизоде Сёгуна, леди Морико делится частью Хэйкю с Аатибой при встрече. В предпоследнем эпизоде Сёгуна, Морико контролирует историю, общаясь с Ишидо и Аатибой в Асаке. Беспричинно отправленная в Асаку, Морико извещает Ишидо и Аатибу о приказе вернуться к Тарунаге в Эдо. Она грозит Сепуку за несоблюдение приказа Тарунаги при сопротивлении людей Ишидо. События осады Асаки войсками Тарунаги должны были изобразиться в девятый эпизоде Сёгуна по названию Багровое небо. Тарунага, похоже, получил неожиданный элемент после значительных потерь в последних эпизодах. Отправленная в плен в Асаке Ишидо, Морико выполнила свой долг перед Тарунага и опрокинула его тщеславие. Морико опять видит подругу Аочебу, встреча, впечатляющий обмен персонажами. Перед поворотом в девятом эпизоде Сёгуна, Морико пишет стих в ответ на приглашение Аочебы на поэтический конкурс в Асаке. Аочеба замечает, что Морико была выдающейся ученицей, продемонстрировав уважение и восхищение бывшей приятельницей. Морико говорит, не сможет участвовать в конкурсе в Асаке, читает первую строку стиха. Конкурс продолжит строку, пока снег скрыт в дымке холодного вечера безлистной веткой. Ишидо искренне восхищается, а Аочеба внимательно следит за словами, которые Морико выбирает в стихе. Заявления Морико, очевидно, были направлены к Аатибе, имя которого означает «опавшие листья». Поэзия Морико отсылает к ранним воспоминаниям, последовавшим за предательством отца, убившего отца Аатибы, вечно ставшим пятном на семью Морико. Остатки снега – это лед из того инцидента, который до сих пор в Морико. Если Аотиба – опавшие листья, то Морико – безлистная ветвь, обозначающая органическое отделение со временем. Безлистная ветвь в Сигуне было написано специально для шоу и не похоже на что-то, что можно найти где-то еще. Как опавшие листья, символизирующие Аотибу и ассоциируемые с красивым сезоном осени, это идеальное загадочное предупреждение Морико для Аотибы. Возможно, Морико пытается предупредить Аотибу о грядущей зимней гибели Торанаги, не говоря об этом перед Исидо. В ней упоминается безлиственная ветка зимой. Мертвая безлиственная ветка может быть упоминанием о ее собственной гибели. Ибусиге критикует поэзию Морико за несоответствие сезону. Так как сейчас весна, Ибусиге критикует использование зимних мотивов в стихах Морико. Он недоволен тем, что стихи не соответствуют сезону. Кроме того, поэма зимняя, а она произнесена весной. У Ибусиге нет проблем с самим стихотворением. Ибусиге быстро высмеивает стих Морико из-за несвоевременности, показывая свое непонимание его значимости для Аотибы. Хоть Ибусиге и нечистен, кажется, ему не хватает прозорливости или интереса к тому, что стихи Морико в основном о зиме, хоть и весна. Никто не задумывается о важности этого, даже Исидо, и никто кроме Аотибы не обдумывает это глубже. Стихи Морико, своего рода таинственное предвестие того, что случится в Шогуне, начиная с ее ранней смерти в конце девятой серии.